Здравствуйте, я Михаил Белов, в эфире программа «Место встречи» на телеканале «Регион». Сегодня гость в студии, начальник управления пассажирского транспорта администрации города Оренбурга Максим Фазулин. Максим Римович, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Максим Римович, я так понимаю, вы последние недели, конец апреля, главный спикер на средствах массовой информации города Оренбурга. И причина тому – это конкурс на право осуществления пассажирских перевозок в областном центре. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за конкурс. И, наверное, начать бы хотелось с такой главной идеи. Что он даст простым оренбуржцам, пассажирам? Ну, в первую очередь, конкурс преследует целью, конечно же, чтобы лучшие стали победителем. Отсюда и название «конкурс». То есть, участвуют конкурсанты. На первый этап конкурса было выставлено 20 лотов, 20 маршрутов, на которые изъявили желание участвовать 24 перевозчика. Начиная с 23 апреля они подавали свои заявки конкурсные. И 23 марта произошло вскрытие конвертов, где были определены претенденты на участие в конкурсе. На сегодняшний день конкурсная комиссия, экспертная комиссия проводят оценку как заявок конкурсных, так и оценку транспортных средств тех перевозчиков, которые изъявили желание на осмотр транспортных средств. То есть, оценивается техническое состояние транспортного средства, его экипировка, санитарное состояние, состояние сидений, салона, работоспособность всех необходимых осветительных приборов и так далее. Вы сказали 20 маршрутов. Это только начало, я так понимаю? Да, конечно. На сегодняшний день маршрутно-транспортная сеть включает 74 маршрута. И в администрации приняли решение разделить эту маршрутно-транспортную сеть на несколько этапов. Во-первых, так проще будет проводить конкурс, потому что все-таки 74 и 20 есть разница, во-первых. Во-вторых, мы хотим все-таки в первую очередь магистральные маршруты разыграть, потому что на первый этап вышли в основном магистральные маршруты, которые соединяют разные части города и несколько маршрутов микроавтобуса, то есть с индексом Т. Через весь город проходит? Да, не только через весь город, но и в направлениях всех погод. То есть южное направление, стекловское направление, 40-й, 41-й южное направление и так далее. Вот конкурс начался и комиссия сейчас работает действительно в таком авральном режиме, можно сказать. Может, я это преувеличиваю, но я так понимаю, у вас свободного времени практически нет. Вы выбрались к нам на программу буквально на 15 минут. Вы сказали, что вы оцениваете по различным критериям. То есть санитарное состояние, наличие медпункта, я так понимаю, на предприятии. Наличие медицинского кабинета является одним из конкурсных требований. То есть тут хотелось бы немножечко пояснить. Есть два критерия оценки. То есть одна оценка – это в разрезе конкурсной заявки. Этой оценкой занимается непосредственно конкурсная комиссия, где проверяется аварийность водителя. То есть перевозчик в рамках своей заявки подавал сведения за последние 12 месяцев на всех водителей, которых он заявлял. Аварийность машины, аварийность водителя. То есть статистика, которая ГИБДД подтверждает. То есть необходимо иметь транспортное образование как руководителю, так и специалистам, отвечающим за безопасность движения. То есть как минимум автотранспортным техникам. Да, именно так. То есть это тоже оценивается соответственными баллами. Кроме того, наличие специалистов по безопасности движения, наличие медкабинета, о чем уже говорили, наличие базы, на которой можно проходить техническое обслуживание, как ежедневное, так и плановое. Это наличие места хранения транспортных средств и многое другое, что непосредственным образом влияет как на качество пассажирских услуг, так и на их безопасность. А вот почему все-таки назрела необходимость конкурса? Начиная, насколько я помню, с 2001 года, идея таких конкурсов постоянно летала в воздухе, даже несколько проходила. Но были столкновения с различными пассажирскими переводчиками по этому поводу, было такое отторжение по этому поводу. Но каждый раз администрация шла именно вперед и вот сейчас пришла к этому конкурсу. Насколько я знаю, поддержка все-таки есть от большинства пассажирских переводчиков. Но все-таки главный вопрос, зачем нужен этот конкурс? Статистика говорит о том, что не все было благополучно. Дело в том, что рынок пассажирских перевозок формировался хаотично и, скажем так, коврально. В определенный период времени в нашей стране этот рынок просто стал освобождаться муниципальными предприятиями, в результате того, что многие предприятия закрывались. И, естественно, спрятым места пусто не бывает, и на свободные места стали приходить частные перевозчики. И, естественно, когда это начиналось, в принципе, это было достаточно прибыльным бизнесом, и поэтому он набирал такие большие обороты. То есть появилось очень много желающих, которые хотели бы работать в пассажирских перевозках. На сегодняшний день этот рынок настолько, скажем так, уже наполнился, насытился, что необходимость проведения конкурса очевидна не только для администрации, я думаю, для горожан, но очевидна и для всех перевозчиков, которые тоже хотят, чтобы была какая-то перспектива, была какая-то стабильность. Дело в том, что по итогам конкурса, по результатам конкурса с перевозчиком будет подписан договор на три года. О чем это говорит? О том, что перевозчик может как минимум на три года составлять перспективные планы своего развития, то есть планировать приобретение новых транспортных средств, планировать ремонт или улучшение, или постройку новых ремонтных баз, мест хранения транспортных средств и так далее. То есть, во-первых. А во-вторых, он дает гарантии, что перевозчик заслужил это место работать на этом маршруте, то есть он подтвердил его, выполнив все требования как конкурсной документации, так и все требования, которые предъявляются к транспортным средствам. То есть он заслуженно работает на этом маршруте, а не так, как это происходило раньше. Я захотел работать на маршруте, я пошел, работаю, поставил табличку, купил машину и поехал. Ну да, вот как раньше было, действительно, и вот эти вот случаи, которые до сих пор продолжаются, когда вылезают на маршрут, который утвержден администрацией города, другие автобусы. Да, и для пассажиров это прежде всего, они уже сейчас могут видеть готовность перевозчиков в конкурс, то есть на многих маршрутах, мы вот сейчас экспертную оценку проводим, мы видим, насколько преобразились даже старые машины, то есть их красят, их приводят в порядок, приводят в порядок и обшивку сидений, полов, вывешивают всю необходимую информацию. То есть я думаю, наши пассажиры, наши жители города Оренбурга уже сейчас могут заметить положительное влияние от проводимого конкурса. Я думаю, после того, как конкурс будет проведен, первый этап этого конкурса, как только будут заключены договора, пассажиры смогут действительно оценить качественно новый уровень работы, потому что многие из перевозчиков уже сейчас имеют опыт работы с ГЛОНАСС, то есть уже сейчас предоставляют готовые сведения о работе на маршрутах с помощью ГЛОНАСС. То есть в принципе улучшение и положительная динамика уже сегодня налицо, и мы наконец-то по результатам конкурса идем от того, что машина находится на хранении где-то в южной части города, а проходит медосвидетельство где-то в его северной части. То есть мы будем избегать того, что водитель садится за руль транспортного средства, не пройдя медосмотр, не пройдя ежедневное обслуживание, не пройдя механик. Он садится непонятно в каком состоянии машина, непонятно в каком состоянии водитель. И едет все это подтверждать, либо опровергать. И ведь нередки случаи, когда приезжает транспортное средство вместе с водителем на медосмотр, на ежедневный осмотр, и не проходит его, и возвращается обратно, то есть через весь город, двигаясь в неподтвержденном статусе абсолютно. Система ГЛОНАСС позволит это контролировать, естественно. Дело в том, что вообще результат конкурса исключит такие варианты. То есть на сегодняшний день требование таково, что перевозчик должен иметь медкабинет, то есть он должен проходить медосвидетельствование именно там, где хранятся его транспортные средства. И если не дай бог, что случится, это может послужить как бы расторжение договора, как минимум, наверное, с водителем и так далее. По расторжению договора тут отдельно поясню тоже. В конкурсной документации прописано и в договоре, что наличие двух нарушений является причиной для расторжения договора в одностороннем порядке. Эти два нарушения, тоже много очень было разговоров по поводу того, что они же могут быть и надуманными, и конкурентами могут быть. Я тут поясню, что эти нарушения должны будут прежде всего подтверждаться. То есть если к нам поступает сигнал от жителей или от каких-то контролирующих органов о том, что происходит нарушение, мы это нарушение комиссионно выезжаем проверять. Если нарушение подтверждается, оно в присутствии свидетелей фиксируется. Если же нет, то, соответственно, на нет и суда нет. То есть опять же какая-то комиссия будет работать. То есть не будет так огульно, если мне два раза позвонили по телефону, сказали, вот на этом маршруте все плохо. Нет, конечно, такого не будет. Это, я считаю, неправильно. В любом случае любой сигнал нужно проверять, естественно. Вы работаете в тесном контакте с ГИБДД, я так понимаю, да, и со всеми сопутствующими службами? В транспортной инспекции ГИБДД, да, обязательно. А вот первый этап конкурса, когда он заканчивается? Когда уже можно сказать о том, что… Итоги будут подводиться после 15 мая. После 15 мая, да. Да, сейчас мы проверяем всех перевозчиков, которые подали заявку на осмотр транспортных средств. То есть вы на празднике тоже будете работать? Экспертная комиссия… Или вот за этот период времени вы сможете пройти? Экспертная комиссия за это время, да, будет всех проезжать. То есть мы по 3-4 перевозчика каждый день проверяем. Проверяем абсолютно все машины, которые заявлены. То есть поблажек никаких нет. В принципе, в этом могут убедиться все желающие. Абсолютно беспристрастная оценка. То есть у нас есть критерии, которые мы оцениваем. Если все требования выполнены, вопросов нет. Если же есть какие-то нарушения, мы их, естественно, будем фиксировать. И это будет тоже учиться при подсчете баллов. Ну вот чтобы все 74 маршрута были охвачены, скажем так, конкурсная составляющая. То есть это вот этим годом, да, вы должны закончить? Да, мы планируем, что в этом году мы закончим. 3-4 этапа мы проведем. То есть в этом году действительно все, наверное, пассажирские автобусы пройдут через конкурс. И жители города Оренбурга могут быть уверены, что здесь уже работает проверенная маршрута. Да, и опять же, результатом конкурса я тоже забыл сказать немаловажный такой аспект. О том, что по результатам конкурса на одном маршруте будет один перевозчик. То есть у нас... То есть не будет такой, да? Не будет, да, не будет такого вот... Конкуренции такой жесткой. Даже дело не в конкуренции. Здоровая конкуренция – это хорошо. Не будет той ситуации, которая сегодня, когда на одном маршруте 10 могут быть перевозчиков, 15. То есть мы сталкиваемся с ситуацией, когда вечером нет машин. Эту ситуацию необходимо решать. Естественно, нужно решать. И для этого нужно принимать меры. Для этого нужно работать с перевозчиком. Вот когда кого-то из десятерых не было вечером, трудно найти, кого из них не было. То есть, естественно, каждый будет пенять на другого. То есть у семи нянек дитя без глаза. А когда один перевозчик должен осуществлять это движение, и это движение происходит по расписанию, он прекрасно понимает, если я ему говорю, что, уважаемый, в 22.10 машин не было на такой-то остановке, он абсолютно уверен, может быть, в том, что именно вот этого борта не было в это время. И он знает, кого наказать, знает, с кем работать. Если еще будет система ГЛОНАСС установлена. Обязательно, да. Система ГЛОНАСС нам поможет, прежде всего, соблюдение расписания, регулярности движения контролировать, и потом схема движения. Это тоже вопрос, который охватить лично трудно, но, имея навигационную систему, нарушение схем движения очень легко вычленить. То есть это никакой проблемы не составляет. И, наверное, завершение программы, вопрос, который тоже, наверное, волнует многих. Так, повышение платы за проезд не будет как-то связано с проведением этого конкурса? Нет, с проведением конкурса никак не может это быть связано, потому что конкурс абсолютно, собственно говоря, никаких затрат сама конкурсная процедура не требует. А приобретение новых автомобилей, экипировка и оснащение – это личное дело перевозчиков. То есть они в любом случае должны этим заниматься. И просто конкурс послужил, скажем так, катализатором для этого, толчком. Многие дисциплинировались. Я вот даже вот сейчас в рамках проверки вижу, что и водители дисциплинируются, и сами перевозчики дисциплинируются, и они действительно воспринимают это как конкурс. То есть они хотят показать себя с лучшей стороны. Вот те, кто готов показать, те, кто согласен с тем, что конкурс – это действительно очень нужная процедура, которая действительно приведет только к положительным результатам, уже видна динамика такая именно со стороны перевозчиков. То есть они заинтересованы в этом. Я думаю, что после 15 мая это уже увидят и жители города Оренбурга. Спасибо, Максим Римович. Напомню, что гостем студии был Максим Римович Фазулин, начальник управления пассажирского транспорта администрации города Оренбурга. С наступающим вас праздником. Всего вам самого доброго. Спасибо, Михаил. Вас тоже. До свидания. До свидания.